Эдгар Эльбакян Коснулись вопросу эволюции интернета, начиная с ученых-романтиков, которые изобрели эту сеть как открытое пространство. Но сначала, конечно, для чисто военного использования, а дальше уже гражданские просторы. С моей стороны, было удалено на то, что мы не можем рассматривать вопросы интернета, особенно вопросы, связанные с суверенитетом, без углубления в саму политику. Так как, как бы и не определяем интернет, все равно это определение будет включать в себя что-то инструментарное. То есть, то, что интернет все-таки инструмент. А политика занимается вот этими инструментами, как ими воспользоваться, какие инструменты можно использовать, какие запрещены и так далее. То есть, в этом плане интернет как бы уже производная от политики. И суверенитет над интернетом тоже понятие чисто политическое или международно-политическое. Кооперация всегда исходит из взаимных интересов и взаимных восприятий еще этих интересов и взаимных угроз. Ну, вопрос опять упирается в политическое русло. Конечно, у Армении и России есть взаимные интересы в том регионе, где сама Армения находится. У России здесь есть интересы. И у нас есть совместные угрозы тоже. Если конкретно уже к вопросу информационной безопасности, то мы видим продвижение вот такого агрессивной агитации со стороны коллективного Запада, которая включает в себя распространение ультралиберальной повестки, которая зачастую порицается, кстати, и в самом Западе тоже, но как когерентное политическое проявление, как когерентный политический субъект Запада олицетворяет это и продвигает эту политику в разрез, в противоречии с национальными интересами как России, так и Армении. Например, в России очень активно, думаю, все помнят, да, украинскими и западными спецслужбами распространяли манипулятивные информации, например, про ковид, когда еще специальной военной операции не было, сейчас уже понятно про СВО. То же самое и в Армении тема на академическом уровне не изучена, но на аналитическом уровне у нас есть разработки, как Запад очень активно в информационном пространстве ввешивался в политические, в том числе и избирательные, предвыборные процессы Армении, начиная с 2020 года и по сей день. То есть угрозы, они тождественные, и это открывает просторы для сотрудничества. Ответ будет философским. А кого еще? То есть молодежь есть продолжение рода человеческого, скажем так, да, опять-таки такой философский подход. Конечно, нужна вот эта череда поколений, смена поколений, чтобы застоя не было, чтобы вот этого гепа не было между, ну, скажем так, первым поколением, то есть это самые, скажем так, взрослые по возрасту люди, которые на данный момент принимают решение, между самыми молодыми. То есть серединный возраст тоже очень важный, но все опять сводится и упирается в молодежь, так как они завтрашний день любого субъекта, будь то семья, будь то нация, будь то вообще человеческий род. Я думаю, что форум Варутан, как соорганизатор, я думаю, что форум Варутан очень подобающая и весьма идеальная площадка для такого рода обсуждений. Сегодня уже второй день нашего форума, и мы видим, какое тесное сотрудничество уже складывается, даже без применения каких-то дополнительных усилий и стараний между участниками с Ирана, России и Армении. Так что площадка, форум еще не завершен, конечно, но я с уверенностью могу отвердить, что площадка оправдала себя, и это и есть, собственно, положительный ответ на заданный вами вопрос.